Египтяне в спешке ворочали каменные блоки Пирамида не шутка, тут нельзя не уложиться в сроки Они орошали посевы, делали из тростника пергамент Славили рай, жестоко расправлялись с врагами Куда летит не знаю Он спиной просто, у него же маршрут на лобовом стекле написано Привет народ, привет друзья, привет все те кто сюда вообще Случайно заглянул, я вот как-то в прошлых роликах Уже говорил, что Таиланд и Турция это такие русские Курорты, так мне сразу стали писать в соцсетях в личку Мол, а как же Египет, Египет то мол тоже наш, но наш Значит наш, значит вот вам Египет, и вот тут может Возникнуть вопрос, ведь тысячи и тысячи туристов тянет Египет, а вот когда то было дело, гостили тут евреи Они три тысячи лет назад из Греции сюда заехали Пожили-пожили, ну и в общем-то евреи это грамотный народ Так вот они наоборот, в свое время собрали свои монатки Ну и ушли во своясе Больше того, они до сих пор Пейсах празднуют день Исхода из Египта Египтяне вот не празднуют, а евреи празднуют Вот как они рады, что покинули этот чудный край Кто еще празднует день, когда Египет покинул? Ну напишите может в комментариях Шутки это конечно, но как известно, что в каждой шутке есть только доля шутки И начал я с этого именно потому, что Египет оставил, ну честно сказать, двоякое впечатление А так как я на этом канале рассказываю только свои личные впечатления И многие может быть со мной и не согласятся Но Египет во-первых не самая приветливая страна Это конечно не касается туристических зон, хотя честно сказать и там бывают казусы Но в целом, если кто видел, как два друга араба общаются между собой, меня поймут Это такой вач-вач-вач, причем с жестким жестикулированием, руками, что кажется еще слово и они вцепятся друг другу в глотку Хотя на самом деле это один другому анекдот смешной рассказывает А предложение купить твою спутницу за сотню верблюдов это вообще в порядке вещей Причем тут можно еще и поторговаться Но это конечно весело сначала, но потом, честно сказать, начинать заедут Как и любая тупая шутка, повторенная много раз Ну ладно, давайте теперь о хорошем Самая главная, на мой взгляд, достопримечательность Египта Это и не пирамиды, и не долина царей Люксор, так называемый Самая главная достопримечательность это Красное море Причем именно в районе Шарм-эль-Шейха Думаю, любой дайвер со мной согласится, да и не дайвер тоже Любой человек, который даже как любитель нырял с аквалангом Скажет, что таких подводных красок, как тут Такое количество подводной растительности и живности не встречается больше в мире нигде А самое главное, это прозрачность воды, просто кристальная Видимость под водой более 60 метров Я не большой профессионал в дайвинге, но нырял много раз и много где И тут мне, конечно, может напишут возражения знатоки Но на мой взгляд, с Красным морем ничего в мире просто не сравнится И уж если вы в Египте, то нырнуть хотя бы на 20 метров с инструктором нужно обязательно Ну а для профессионалов рядом с Шарм-эль-Шейхом есть бедуинская деревня Даха Там находится так называемая голубая дыра Это провал в море глубиной примерно 130 метров В которой на глубине примерно 50 метров находится так называемая арка То есть пещера в скалах длиной 25 метров с выходом в открытое море Вообще это место, с одной стороны, одно из самых топовых для дайверов всего мира С другой стороны, это одно из главных кладбищ дайверов В Дахабе даже есть мемориал погибшим дайверам Но с некоторых пор там даже перестали размещать таблички с именами погибших Ну, чтобы не отпугивать туристов Так как погибших с каждым годом становится все больше и больше Здесь также ныряют и так называемые фридайверы Это те, кто ныряют без оборудования Это я к тому, что до сих пор единственная женщина-фридайвер Которая в голубой дыре проплыла через арку без оборудования на своем дыхании Это наша русская спортсменка Наталья Молчанова Кому интересно, почитайте про нее Она погибла в 2015 году при абсолютно загадочных обстоятельствах Но это уникальная спортсменка, равных которой нет в мире до сих пор Обидно просто, что, например, такую как Бузова знают все А вот таких уникальных людей мало кто знает Ну, а мы пойдем дальше Я вначале уже говорил, что Египет не особо приветливая страна И путешествовать самому по территории Египта И раньше, а тем более сейчас, после нескольких революций Ну, или переворотов, это кому как нравится Занятие весьма опасное Все туристические зоны типа Шарм-эль-Шейха, Кургады Обнесены забором и охраняются буквально армией, как государственная граница Выезжать за территорию туристических зон допускают только в сопровождении вооруженных охранников Мы себе брали индивидуальную экскурсию в Каир У нас на компанию был микроавтобус, в котором помимо нас ехал водитель, гид и два охранника с оружием Связано это даже не столько с тем, что страна бедная И не с радикальными исламистскими течениями, которых, конечно, тут хватает В большей степени это связано с тем, что в Египте живет примерно 150 тысяч бедуинов Почему примерно? Да потому что они живут обособленно в пустыне Они не получают паспорта И вообще посчитать их не представляется никакой возможности Они живут по своим древним законам У них происходят войны между собой, между племенами Они убивают друг друга Короче, у них своя жизнь, совершенно не связанная с государством И как-то ее контролировать нет никакой возможности Да, я так понимаю, и желания у египтян Пустыня кругом на тысячи километров Короче, это тот редкий народ, который в большинстве своем сохранил свою естественную среду обитания И с внешним миром почти не пересекается Есть, конечно, несколько деревень, которые работают на туристов Где можно пообедать в шатрие И вообще посмотреть изнутри на жизнь бедуинов Но, как вы понимаете, это все достаточно искусственно сделано А вот попадать в реальные деревни бедуинов Но этого не стоит В лучшем случае вы оттуда уйдете без штанов, телефона и денег Но, а бывали случаи, когда за туристов и выкуп требовали Поэтому и перемещаться разрешается только с охраны В целом, путь через пустыню, что в Люксор, что в Каир, конечно, очень колоритный Ну, а сам Каир город незабываемый Во-первых, он огромный Так как только официально в нем живет больше 20 миллионов человек Про неофициально со всеми приезжими туристами, студентами Да и теми же бедуинами без паспортов Которых, как в анекдоте, никто не считает Говорят, что примерно до 28 миллионов находится Во-вторых, большинство районов города в понятиях чистоты дорог, магазинов Ну и в целом инфраструктуры это просто трэш Ну, как бы объяснить Ну, представьте себе, например, Тагил в начале 90-х Так вот, в Тагиле в начале 90-х Это райский уголок, если сравнивать с Каиром сейчас Без шуток, забегая вперед, расскажу такую историю Когда мы покидали Каир, мы внезапно обнаружили, что запасы виски, как, впрочем, и всего остального алкоголя, у нас иссякли А ехать всю ночь в Шарм-Ль-Шейх на сухую нас, ну, никак не устраивало Купить алкоголь в Каире, как, впрочем, и в целом в стране, это проблема Ну, за исключением туристических зон, конечно Даже в самых крупных супермаркетах, типа 7-11, максимум можно рассчитывать на безалкогольное пиво И тут надо сказать, что наши сопровождающие арабы проникли степенью внезапно возникшей с нами проблемы И нашли решение Мы направились в один из спальных районов, причем не на самой окраине А так, по московским меркам, немного за третье кольцо Там был магазин, ну, как магазин Представьте, опять же, 90-е, небольшая деревня в глубинке А там в каждой деревне есть так называемая площадка Ну, так называлась она тогда Именно вот не площадь, а площадка Там обычно была остановка автобуса, местный клуб и магазин Ну, центр жизни, короче, этой деревни Сердце, так сказать, деревушки Так вот, когда я зашел в магазин в Каире, у меня было ощущение, что я попал в прошлое, в деревню к бабушке Так как в деревне магазин всегда был один, то там было все необходимое и без изысков На входе сидел сапожник какой-то, ремонтировал ботинки Следом лоток с мобильниками, батарейками и наушниками Дальше прямо одно к одному Хлеб, масло, нож, ножницы, кастрюля, колбаса, молоток, гвозди, консервы, удочки с крючками Причем это все как-то даже в перемешку лежит После небольших переговоров нам из подсобки в черных пакетах вынесли так необходимый нам контрафакт И пока остальные покупали там сигареты и закуски разные Я вышел на улицу и так мне показалось тут колоритно, что я решил, что это срочно нужно заснять на память Это вам не пирамиды, это реальный Каир И вот, поворачивая камеру, мне в кадр попадает отряд бедуинских детей Их было человек 6 А надо сказать, что бедуины вообще считают, что когда их снимают на камеру или фотоаппарат То у них душу забирают И они в общем очень нервничают, когда их пытаются снимать А тут дети лет примерно по 12-13 У них звереют лица И они окружают меня, причем как-то по отработанной схеме Один сзади подсел мне под ноги, другой кинулся спереди, чтобы видимо я отступил, споткнулся о заднего и упал Третий схватил за карман, пытаясь вытащить мобильный телефон Четвертый пытался из рук камеру вырвать Короче, это был внезапный пиздец, которого я совсем не ожидал Я конечно выдержал этот натиск Подраспихал их, насколько возможно, и телефон, и камера остались при мне Но слаженность их и быстрота их действий меня, конечно, впечатлила Конечно, тут уже выскочили наши охранники, не церемонясь, навели порядок Меня попросили вернуться в наш автобус и больше отсюда репортажи не вести И надо сказать, что эти малолетние хамы не пропали Они стали тереться возле окон, теперь уже тупо выпрашивая чего-нибудь Но эти бесцеремонные сволочи, конечно же, были посланы Кстати говоря, попрошайничество, вот это тоже очень подбешивает в Египте Причем вне зависимости от возраста и даже от статуса Попрошайничают все Ну то есть мы выходим с самолета, еще в аэропорту спрашиваю, ну где туалет А он показывает, мол, вот там я сэнкью А он, мол, не надо сэнкью, доллар, типа, да, я же помог, что, просто так, что ли, я тебе помог И такое везде, и в отеле, и в ресторане Иногда складывается впечатление, что если ты даже посмотрел или спросил чего-то, ты уже должен денег В магазинах тоже интересно, у меня сложилось впечатление, что цена каких-нибудь сувениров, она зависит не от их себестоимости А исключительно, как тебя оценил продавец То есть он смотрит на тебя и по твоему виду определяет тот максимальный потолок цены, при котором ты его сразу нахер не пошлешь А просто удивишься, но продолжишь вести диалог Кому-то он говорит, мол, 50 долларов, кому-то за то же самое говорит 100 Тем не менее, и тот, и другой при грамотном подходе этот сувенир купит за 3 доллара в итоге Короче, в Египте будьте бдительны, развод на каждом шагу Еще пара впечатлений о Каире Это то, что в городе почти нет светофоров А также правил дорожного движения На самых крупных перекрестках в центре может стоять регулировщик Но не в том понятии, как у нас, мол, палкой махнул, одни остановились, другие поехали Нет, там регулировщик чуть ли не пинками машины распихивает Ругается с водителями Честно, когда на него смотришь, то радует то, что у него нет оружия Потому что по атмосфере происходящего ощущение такое, что если бы у него был пистолет, то рано или поздно он бы начал из него стрелять А там, где регулировщиков нет, там просто тупо едет тот, кто больше орет и громче сигналит И вот это какафония по всему Каиру Вообще, впечатление общее от Каира, конечно, супер колоритное Но оно ни с чем не сравнимое Шум, крики, сигналы, идет женщина в паранже с четырьмя детьми Одного она пинает под задницу ногой На второго орет, на полу сидит араб и курит кальян Причем в полном спокойствии А чуть дальше араб на коврике молится Рядом с ним два араба ругаются Ну и не знаю, может они и анекдот, конечно, рассказывают, как я уже выше рассказывал Не знаю Но все очень громко, эмоционально, жизнь кипит, как жерло вулкана Кому-то это, конечно, не понравится Кого-то напугает, кого-то просто напряжет Меня просто это впечатлило все На самом деле, в Каире, конечно, есть еще чем впечатляться И в первую очередь, это, конечно, пирамиды и сфинкс Конечно, 99% туристов в первую очередь едут в Каир посмотреть На единственное из семи чудес света, сохранившееся до наших дней Хотя, честно, как по мне, так ничего чудесного в пирамидах нет И то, что пирамида Хеопса дожила до наших дней Тоже совсем, ну, не чудо, на мой взгляд Безусловно, это монументально и мощно Но, с другой стороны, по сути, это куча Куча камней Что может быть проще, чем построить кучу? Это вам не висячие сады Семирамиды И не Александрийский маяк построить в море в те времена Вот это, конечно, чудо инженерной мысли А кучу построить чудо не нужно Да, и чтобы сломалась куча, ну, что с ней природа должна сделать? Перевернуть ее? Есть такое понятие в строительстве, как призма осыпания Так вот, даже осыпаться эти камни не смогут Угла призмы просто недостаточно Да и сам известняк, из которого сделаны и пирамиды, и сфинкс Ну, достаточно прочные Сфинкс только нос потерял за все свои годы жизни Злые языки говорят, что это Наполеон отстрелил нос сфинксу из пушки Ну, то есть, конечно, не сам Наполеон, а по его приказу Причем непонятно, зачем ему это было нужно История мутная и, на мой взгляд, лживая Во-первых, потому что в ней нет логики Во-вторых, потому что историю всегда пишут победители И так принято у нас, что надо на проигравшего уже всех собак навесить А вот, мол, помните, он, сука, еще и нос сфинксу отстрелил Добить, так сказать, уже до последнего Думаю, если бы Наполеон остался победителем То такой сказки мы бы сейчас, конечно, не слышали Так как, и это в-третьих, на рисунках датского путешественника Нардена Который в этих местах побывал примерно за 50 лет до Наполеона Сфинкс уже нарисован без носа Думаю, что на самом деле нос отвалился сам собой По истечению срока годности Знаете, есть такое понятие, как со временем усталость металла Но вот здесь почти то же самое Устал нос торчать на весу и отвалился Просто объективно это самая уязвимая часть тела у сфинкса Вообще, вокруг всей этой истории с пирамидами столько мифов Тут тебе и инопланетяне, и атланты, и летающие тарелки Короче, у кого на что фантазии хватило, тот то и придумывал Сразу скажу, для меня это все пустые беспонтовые сказки Ну а кто не согласен, и вообще, все поклонники РЕН-ТВ прошу в комментарии с удовольствием, там подискутирую с вами И кстати, на меня пирамиды, конечно, произвели впечатление Но гораздо большее впечатление на меня произвела цитадель Салахаддин Может быть потому, что для меня, в принципе, эта личность всегда вызывала интерес и уважение Человек, который не был королевских кровей По сути-то, он был наемным губернатором египетской провинции При этом умудрился стать для мусульман фигурой выше всех королей и султанов По сути, объединив весь арабский мир При этом нес честь свою и своего имени превыше всего даже перед своими врагами Вообще, история Третьего Крестового Похода во главе с Ричардом Львиное Сердце Их взаимоотношения с Салахаддином Их уважение друг к другу, несмотря на то, что они были врагами Ну, честно, на мой взгляд, это одна из самых впечатляющих историй Но неповторимых это точно Кто знает эту историю, думаю, со мной согласится Кто не знает, почитайте Ну или как минимум, посмотрите фильм Ридли Скотта «Царство небесное» Я думаю, что в будущих роликах про другие страны Я более глубоко коснусь этих персонажей А здесь я не буду, потому что все-таки ролик про Египет А Египет все-таки они касаются, ну, косвенно Но если вы в Каире, советую обязательно посетить цитадель Салахаддина Меня, во всяком случае, очень впечатлило Да и вообще Египет интересен не только Красным морем и онликлюзив в отелях Еще есть Люксор, История Клеопатры, Рамзеса II и Нефертити Тутанхамон, мумию которого нашли нетронутой в одной из пирамид И сейчас на нее можно посмотреть в Каирском египетском музее Тоже, кстати, обязательно стоит посетить В Александрию съездить Кстати, туда мы не доехали Но я думаю, что все это в будущем, конечно В общем, друзья, и у вас, и у нас все еще впереди Так что обязательно подписывайтесь на наш канал Пишите нам напутствия и пожелания В следующем ролике я расскажу про Израиль А дальше начнется самое интересное Но вот о самом интересном я расскажу в отдельном видео Которое будет после Израиля В общем, оставайтесь с нами Спасибо всем за просмотр Ну и до скорых новых встреч Удачи! Давай! Куда тамам, амдуллах, это амэлей, мэй, мэй Я так и я могу рассказывать Я знаю, что ты будешь Ты очень хороший мальчик